Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Фиба Групп». И с нами сегодня аналитик компании Фиба Групп Сергей Борячук. Сергей, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, коллеги! Как вам сегодняшний день? Есть ли что-то интересного? Не слишком? Да! Цена начала двигаться в ожидаемом процессе, зацепила открывающий ордер поения. Будем ждать стопа, ну или желательно, конечно, что-то получше. Попробуем, вторая попытка в этом месяце войти в позицию. Ну, все знают, что я не являюсь активным противником короткосрочной торговли. Я ниже 4 часов не опускаюсь, стараюсь торговать на дне. На дне имеется вид, на дне мотайм-крайм. Ну и, соответственно, да, вот риски, которые вкладываются в сделку, они вкладываются практически в одну-две сделки. И наращивание позиции, количество или объема, возможно, только при выводе капитала из-под риска. Как я говорил в прошлый раз, для меня важно не терять. И советую всем, особенно начинающим трейдерам, использовать эту стратегию. Мы не теряем и зарабатываем, ну мы зарабатываем после того, как перестаем терять. Соответственно, это не дает нам ожидания в тысячу процентов годовых. Мы не поднимаемся, я не поднимаюсь более 80-100 процентов годовых, что требует порядка 8-10 процентов в месяц. К сожалению, пока еще я в этом месяце, в этом году в районе нуля. Но ничего, работаем, работаем, индикатор Ишимоку должен зацепиться за трендс и потом нас увлечь в удивительную прибыльную область, а там будет лидер. Да, ну а если что не так, то все валим на индикатор Ишимоку. Вы знаете, лучшие валютные индикаторы Ишимоку, чем валить с деньгами и потом всю жизнь прятаться от своих теней. Хотя такое тоже, вот буквально недавно проскочила информация, достаточно крупные брокер, тоже топ-лицы начали прятаться. Как-то несерьезно все это, несерьезно. Ну да, я хочу сказать, что это регулярно случается. К сожалению, не все настроены на правильную работу. Ну что, рынок чище будет, что ж теперь? Да, но проблема в том, что ты формируешь свой гуднейм годами, десятилетиями, а соседи, в кавычках, которые уйдут, они бросают тень на слово Форекс. Принца. Ну, то есть я как представитель Форекс-брокера, да, в первую очередь. Поэтому вот есть такая нехорошая ситуация. Вот вижу вопрос, какой брокер. Я не хочу называть название брокера, поскольку вполне может быть, что еще что-то там вырулится, потому что люди, один человек убежал, а второй сотрудничает с органами, поэтому... Поэтому... А, не будем. Может быть, это просто смена власть собственника. Да, я вот такую капу скажу. Ну, давайте мы сделаем так. Вот мое мыло. Все, кто напишут, кому это интересно, я напишу название и сброшу ссылку на материал, где я с этим ознакомился. Так будет более честно, наверное. Ну, то есть более этично с точки зрения нас, как людей из одного цеха. Я имею в виду тех людей, которые сейчас тяжело, и вот я как-то с этих любого... Не хотелось бы голосу-таки назвать. Да, да, понял вас. Конечно. Ну что, Сергей, что на рынке? Давайте посмотрим по вниманию. Давайте посмотрим. На рынке спокойно. Мы более-менее стабилизировались. В моем понимании цена... Ну, опять же, что такое одна свеча? Если вчера я биткался, жаловался на то, что цена идёт не туда, куда надо, и сегодня говорить, что куда-куда вот прям я вижу, это тоже некорректно. Но в любом случае, да, что-то поменялось, об этом мы с вами и поговорим. И начнём мы, как обычно, с индекса доллара. После небольшого снижения, которое для меня было достаточно неприятным, я имею в виду с точки зрения трейдинга, цена начала двигаться в ожидаемом направлении. Насколько далеко, может ли это формируется новое трендовое направление, и всё, мы это будем видеть. Но сейчас видно, это попытка отбоя от облака, попытка отбоя от Синкову спан А. Внизу формируется некая утренняя звезда. Вполне может быть дальнейший разворот. В то же время на текущем моменте ещё пока облако не расширяется. Говорить о том, что тенденция направилась вверх ещё преждевременно, мы видим, я вижу, в крайнем случае, это ещё флэтовое состояние. Соответственно, сделок, в принципе, я не торгую по данному инструменту, но с точки зрения генерации сигнала, да, сделки я здесь на текущий момент не вижу. В то же время формально цена находится над облаком, Синкову находится в нейтральной точке. То есть мы немножечко подсажены, нас подталкивают наверх, слянца. Цена находится над двухсотой скользящей. И само состояние облака Киджун-Тенкан находится в фазе парадолинии. Соответственно, если вы ищете возможность входа в рынок, рассматривайте возможность установки ордера выше линии Тенкан. Однако, ещё раз повторюсь, с моей точки зрения, на текущий момент торгового сигнала нет. Необходимо дождаться некого укрепления, и да, потом формирование чего-то такого вкусненького, вроде вот текущей звезды. Ну, в принципе, сама по себе звезда, она уже подразумевает возможность разворота. На этом я говорю, можно ставить ордер выше Тенкан, но, однако, хотелось бы видеть или её тестирование, или уже от неё отбор. То есть вот тут вот надо, наверное, надо иметь личный опыт работы с данными инструментами, чтобы определиться точно с сигналом. Поэтому, повторюсь, яркого сигнала, ярко выраженного сигнала я не вижу. Но установка позиций, например, минимальным ордером, или там минимально допустимым для вас в торговой стратегии, это установка ордера выше линии Тенкан на фоне того, что у нас здесь сформировалась разворотная свечная конфигурация, подтверждённая сильность конфигурации – это вечерняя звезда, утренняя звезда, приношу извинения. Внутри дня у нас сейчас цена на пятой, на двухсотой, пятая на двухсотой, всё складывается в том контексте, чтобы говорить о возможности длинных сделок. Что у нас будет, что у нас будет сдерживающим фактором? Ну, во-первых, видно из самой структуры, которую мы рассматривали раньше, это бриллиант, о том, что в принципе, как фигура продолжения он не сработал. А это бенаправленная фигура, и у неё есть уже треугольная составляющая. Вполне может быть, что это даже вот так вот, линия тренда. Соответственно, стоит ли сейчас торговать, да, она даже немножечко не так будет уже идти. Она поломает саму структуру бриллианта, но будет более чётко видно вот эту вот трендовую линию. А в этом контексте, конечно, более интересно торговать длинную сторону выше, выше линии тренда. Вот, собственно говоря, к чему я… Надо ли искать торговый сигнал? Если вы без этого жить не можете, нам необходимо, как обычно, потенциал экстремума, о котором я говорил не один раз. Неважно какого, то есть ещё как минимум одну свечу надо будет один тайм-тайм подождать. И можно рассматривать длинные сделки. Впрочем, повторюсь, с моей точки зрения, более интересным было бы некое движение вот сюда вот. И уже от линии тренда можно отталкиваться. Уже будет линия тренда, да, будет какая-то некая поддержка. И вот от неё можно будет отталкиваться для торговли вверх. Так, дальше. Соответственно, мы по индексу доллара сидим на заборе. Евродоллар. Евродоллар рисует нам аналогичную ситуацию, делённую на единичку. У нас с вами не пошло ещё пока расширение облака. Цена сформировала вечернюю звезду, сильную разворотную конфигурацию, которая показывает попытку отбоя от линии. А сама по себе конфигурация является торговым сигналом. И если мы с вами ищем более активных входов в рынок, то у нас уже есть, так же как по индексу доллара, ниже линии. Тенкан, установка ордера на продажу со стопом выше максимума. Ну, это 150 пунктов, да, для кого 150 пунктов не предел. А можно пробовать работать, да, рассматривать возможность торгов. Тем более, что стахастика в данном случае также пытается показать попытку выйти из области перепута. Является ли это красивым торговым сигналом? Линии находятся в фазе парада линий, цена находится под облаком, но при этом Чинькову находится в цене. Мы находимся под, скажем так, средним давлением цены вниз. И если, повторюсь, для вас 150 пунктов не является пределом в размере стопа, вы можете его рассматривать для открытия позиций. Но ордер должен быть установлен ниже Чинькова. То есть, извините, ниже Тенкан. Это будет именно торговый сигнал. Дальше, 4 часа мы находимся ниже двухсотой, ниже пятой, но пятая еще пока выше, пока выше, чем двухсотая. Что мы еще здесь можем увидеть? Здесь у нас есть с вами достаточно ярко выраженная трендовая составляющая движения цены. Вот она. Мы ее видим. И, соответственно, фиксация цены выше, ниже ее, поиск коррекционного движения, в принципе, позволяет пытаться работать в короткую сторону. Даже если пятая скользящая будет немного выше двухсотой, при условии, что мы будем искать торговые сигналы ниже двухсотой, в короткую сторону. То есть, мы должны получить здесь экстремум, экстремум, но при этом сама ордер на открытие сделки должен быть ниже двухсотой. Поскольку мы сами понимаем, что двухсотая может выступить поддержкой после ее ретеста, да, и цена уйдет в сторону тренда с коррекцией ширины тренда. Вот такая вот картинка, например, меня вообще не удивит в дальнейшем еще. Но, повторюсь, кто просто пытается найти сделку, здесь достаточно неплохой момент сейчас для входа в позицию. Ну, вернее, не так, для наблюдения, для поиска позиции вот расклад по четырем часам. Обратите внимание на данный инструмент. Возможно, можно будет его оттерговать. Британский фунт имеет немножко другую конфигурацию. Цена так и не дошла до облака. Мы с вами говорили о возможности разворота в прошлый раз. И сейчас мы наблюдаем достаточно интересную картинку. Был тест вчера Тенкана. Волатильность была намного больше. Но, опять же, на текущий момент облако не расширяется. Цена находится ниже облака. И Ченкову находится ниже цены. Мы имеем двойное давление на цену. И цена ниже двухсотой. Довольно интересный момент. Если бы здесь был торговый сигнал с точки зрения сущных конфигураций или экстремумов. Чего, к сожалению, я не наблюдаю. А поэтому, есть ли смысл на текущий момент торговать минимум вершины, то есть ставить ордер ниже, открывающий ордер ниже уровня 1.3188, то есть там где-то 1.3185, где-то вот здесь вот, да. А решались все на вам. Но, повторюсь, сигнала на открытие короткой позиции нет. Линии находятся в порядке, в порядке, в порядке, порадовит. Да, то есть обратите внимание, все-таки есть некое давление на актив, но торгового сигнала на текущий момент нет. Обратите внимание вот на эту красоту, на эту волатильность, которая у нас была с вами. По британскому фунту мы три дня. Я надеюсь, что на утренде вы рассмотрели причины за сегодняшний день, почему это происходило, чем это было вызвано. Включая политическую отставку, да. Но все же, давайте поговорим о торговой ситуации. Цена ниже пятой, цена ниже двухсотой, пятая ниже двухсотой. Все говорит о том, что мы можем двигаться вниз. Достаточно хорошим фильтром движения вниз будет линия тренда. Вот это наша линия тренда. Соответственно, прорыв ее вниз и формирование экстрема будет достаточно интересным для открытия короткой позиции. Здесь есть некая зона, вот хочу обратить ваше внимание на два уровня. Это зона между уровнями 1.32.25, 1.32.05, вот этот вот уровень. Здесь есть масса неоконченных движений, теней. То есть вроде бы как уровень есть, но он размазан. Соответственно, я не уверен, что есть смысл торговать не просто ниже, не просто ниже поддержки, не просто ниже лидней тренда, а вот в вот этой вот зоне. Рассмотрите возможность торговли после прорыва ниже вот этой зоны. Может быть, поставить открывающий ордер под минимум вот этого волатильности. Мне говорить сложно на данный момент времени, а торгового сигнала как такового нет. И я считаю, что фунт стоит пока понаблюдать. Канадский доллар. Канадский доллар продолжает гнуть линию, по которой она была. Да, здесь мы получили торговую ситуацию, я не готов ее назвать. Однозначно, это что-то из звезд. Этот гэп смущает назвать эту конфигурацию утренняя заря, но в любом случае мы имеем что-то разворотное, и цена находится между линиями Кичун и Кенкан. Облако плоское, оно не расширяется, не сужается, но Чинкоу над ценой. То есть, с моей точки зрения, это совершенно нейтральная ситуация. А если будет пониженная волатильность, хочу обратить внимание, у нас линия Кенкан будет быстро приближаться к линии Кичун, а линия Кичун будет горизонтальной. То есть, у нас вот здесь 9 свечей, давайте глянем, посмотрите. 7, 8, 9. То есть, вот это вот значение рассчитано как диапазон между вот этим максимумом и вот этим минимумом. То есть, уже завтра будет резкое сокращение. Вернее, через 4 часа будет, а нет, завтра, извините, будет резкое сокращение. То есть, еще приблизится цена. И послезавтра еще. То есть, мы вполне может увидим через пару дней касание линии, линии, линии Кенкан, линии Кичун. Соответственно, к чему я это веду? Потому что приближение линии, возможно, таск нам более яркий сигнал, чем ситуация, которая есть. Я не знаю, есть ли трейдеры, которые торгуют пробой Кичун до того, как вошли в позицию по тренду. Соответственно, я бы все же продолжал наблюдение развития ситуации по индексу доллара, по активам, которые торгуются против доллара, и по британскому фунту, пока не входил в сделку на дневном тренде. Четыре часа, цена над пятой, цена над двухсотая, двухсотая над пятой, классика жанра. А сейчас можно ожидать, есть некое снижение темпов торгов. Вполне может быть, что следующая свеча даст нам неплохой торговый сигнал в виде потенциала экстремума. Обратительно, на канадский доллар, на следующий час, на следующие четыре часа, как на потенциально интересный торговый сигнал. Так, дальше. Австралиец. Пока не происходит выраженного трендового движения. У нас на вершине рынка формируется, с моей точки зрения, это будет или проникновение за линией, ну, в общем, что-то разворотное, возможно, лыжи. Будем смотреть, чем закончится сегодняшний день. Цена находится под облаком, ченков находится под ценой. Соответственно, мы можем говорить о торговле вниз. Но, опять же, да, при условии, что ордер будет установлен ниже Тенкан. Это 100 в размере порядка 95 пунктов. А если мы готовы поставить его за Тенкан, что я буду, ну, что я всегда советую, это 105 пунктов, вот неплохой момент для установки ордера, если 100 пунктов, вас не смущает. Двойное давление на цену. Ну, в общем, достаточно красиво смотрится ситуация. На четырех часах у нас цена ниже пятой. И пытается скорректировать вот это вот падение. И ниже двухсотой. Друзья мои, обратите внимание, да, ближайшие четыре часа могут дать нам с вами торговый сигнал. Желающие могут попробовать установить открывающий ордер ниже минимума текущей свечи. Но все это я советую делать в момент закрытия. В момент закрытия текущей свечи и пары, тройки тика в следующей свечи. Повторюсь, оптимальное решение – это дождаться закрытия следующей свечи и, получив экстремум, потенциал экстремума, пытаться открываться вниз. Но агрессивное настроение игрока можно рассмотреть возможность торговли от минимума текущего ордера. Следующий актив – это новозеландский доллар. Новозеландский доллар нарисовал нам попытку формирования, скажем так, вечерней звезды. Посмотрим, чем это закончится. Может быть, это даже получится харами, может быть, еще. Но само по себе тренд начал движение. Уже третий день как расширяется облако, облако направлено вниз, цена под облаком, чемпоу под ценой. Соответственно, мы видим формирование разворотной свечной конфигурации. Она считается подтвержденной в идеальном случае, если цена закроется ниже цены открытия вот этой вот горящей свечи, первой свечи, открывающей свечи конфигурацию, как вы это назовете. Но принимается за разворот, если цена закроется хотя бы ниже половины тела первой свечи. В любом случае ставим ордер ниже линии ТНК со стопом 115, где-то 110 пунктов. Это выше линии Киджу. Неплохой момент для рассмотрения возможности торговли. На четырехчасовом пейн-фрейме я наблюдаю сейчас, опять же, попытку формирования коррекционного движения. Если вы готовы торговать по данному инструменту, вы можете попытаться встать по минимуму рынка или, дождавшись коррекционного движения, возможно, даже отбоя от пятой скользящей, попытаться войти в рынок более удобно по потенциалу экстремного первого типа. Здесь австралиец и новозеландец достаточно между собой похожи. Следующий инструмент – это иена. На иене мы вчера с вами говорили о возможности открытия длинной позиции на вот этом потенциале второго типа. Вот он сформировался, и цена… извините, уже не на потенциале, а на экстремуме. На экстремуме. И цена зацепила открывающий ордер. Если будет так, как планируется, то сегодня в полночь я переведу ордер без убыток плюс два пункта. По самой структуре цена над облаком. Облако расширяется, растет, растущие облако. Чинкоу над ценой линии в фазе парада линий. Цена выше двухсотой скользящей. А что настораживает? Вот в этом вот кусочке, в охватовом кусочке, да, здесь есть консолидация, то ли треугольник, то ли что-то такое вот подобное. Ну, скорее всего, это был треугольник с прорывом, тестом, да, и вводом от него. Неважно, да, но вот эта вот консолидация, она привела к тому, что двухсотая скользящая все-таки скорее наклонена, чем растущая. Еще раз ворота скользящей не произошло, но цена на двухсотой скользящей. Опять же, это все только индикативные ожидания. На самом деле мы используем вишенок для принятия таковых решений и, соответственно, видим картинку так, как ее видим. Соответственно, я считаю, что позиция достаточно интересная, и мы продолжаем с ней работать. На четырех часах картинка один в один, цена растет с предыдущими активами, то есть у нас явно идет, наверное, все-таки рост там или падение по доллару. Вот, цена сейчас пытается скорректироваться, возможно, оттестировать максимум рынка. Вот он у нас, наш максимум рынка, зона вот, да, некая, расторговочная. А, соответственно, есть смысл рассматривать возможность формирования экстремума или теста пятой скользящей. И от них уже дальше будем, можно будет работать вверх. Так, то есть как таково на текущий момент сигнала нет. Есть такое дело. Так, следующий актив австралийский новозеландец. Исправился, да, начал укрепление. После сильного достаточно снижения с точки зрения волатильности, это 200 пунктов, фактически волатильность суток. Далее насчет этого, он 92. То есть достаточно спокойный актив, даже если визуально кажется, что он достаточно волатильный, в принципе, достаточно спокойный. Цена находится над скользящей, над облаком, облако расширяется. Но обратите внимание, Тиджун находится в облаке. И крест мы уже как торговый сигнал прошли. То есть можно было рассматривать вчерашнюю ситуацию как попытку отбоя то ли от облака, то ли от ТНК и пытаться войти в сделку. Но я лично выбрал все-таки торги по Йене, хотя я рассматривал, возможно, здесь пойти, но я выбрал торги по Йене. Как более спокойный, с моей точки зрения, прогнозируемый процесс. Буду наблюдать, будет интересно, посмотрим, чем все это закончится. И, соответственно, на 4 часах мы сейчас имеем сформированный торговый сигнал. И, в принципе, по закрытию вот этой вот свечи должен был быть ордер на открытие. И он, скорее всего, в зависимости от расстояния ордера от максимума предыдущей свечи, он уже или открылся, или был готов открыться в течение текущих 4 часов. То есть уже торгового сигнала нет, но можно попытаться войти в длинную сторону по рынку. Так, следующий инструмент PESA продавило облако. Облако собирается, скорее всего, в следующее, ну, то есть завтра или почти завтра, изменить цвет, если не произойдет отбой. Обратите внимание, мы, продавливая облако, тестируем сейчас СНКОУСПАН-А, СНКОУСПАН-Б. Это достаточно сильная, сильная в данном случае поддержка, и не факт, что данному инструменту удастся сразу ее преодолеть. Впрочем, да, крест уже как торговый сигнал был. И в случае выхода цены ниже облака мы можем рассматривать дополнительный торговый сигнал. Плюс изменение цвета облака. У нас есть прорыв облака, изменение цвета облака. Есть два сигнала в ближайшее время. Ну, и кроме того, я почему-то думаю, что если произойдет прорыв, то целесообразно посмотреть возможность и теста, и отбоя от СНКОУСПАН-Б. Это дает нам фактически три сигнала в ближайшее время. Обратите внимание на этот инструмент, и вполне может быть, что он будет вкусным для торгов. А более того, сейчас на этом отбое формируется потенциал экстремума. Поэтому если вы поставите ордер ниже минимума рынка, то вполне может быть, что вы зацепите открытие позиции достаточно рано в трендовом направлении. Но здесь есть риски. Какие? Помним, да, что поддержка формируется площадками облака и пиками-впадинами Ченкову. Так вот, площадочка вот здесь есть. Если от нее будет ретест вниз, ну, тест-отбой, да, это будет хорошо. А если вот от верхней площадочки, то это уже будет на грани срабатывания стопа. То есть будьте здесь осторожны. Сам по себе PESA сейчас дает очень интересный перспективный сигнал. Но, повторюсь, вот здесь вот есть риск. Одна из ближайших поддержек, которые он, скорее всего, будет тестировать, это немножечко в районе защитного ордера по инструменту. Но ставить просто ордер за Тенкан, как обычно советуется, в данном случае это очень-очень большая расстояние. В общем, такая вот у нас получается ситуация. Четыре часа. Цена торгуется выше пятой, ниже двухсотой. И здесь ничего такого особенного я не вижу. Ну, три дня, пока сегодня его не стоит трогать. Фунт иена. Фунт иена, в отличие от всех инструментов, которые достаточно хорошо поработали с облаком и в основном отбились от него, демонстрирует все-таки попытку пройти облака. Ждем тестирования двухсотой, ждем тестирования Сынков-Успан-Б. Вот это сильное, сильное будет сопротивление. И обратите внимание, формируется, возможно, формируется. Поэтому и сужается облако. То есть возможен разворот. Цена в облаке нейтральный сигнал. Ченков выше цены. Немножечко подсаживает нас на попытку торговать вверх. Но я повторюсь, динамическое сопротивление двухсотое, которое совпадает с площадочкой облака. Можно открывать позицию прежде временно, но крест, повторюсь, прорыв облака, изменение цвета облака, вполне может быть, даст нам серию сигналов. Более того, если у нас будет несколько ударов в двухсотую, в Сынков-Успан-Б, то и плоское движение. То, соответственно, вполне может быть, что Ченков зайдет в облако, ой, извините, пробьет цену ниже, а потом выйдет вверх. Да, и появится еще один торговый сигнал. Поэтому, если вы торгуете, если вы торгуете фунт-иену, то обратите внимание на возможность работать с этим инструментом в ближайшие там двое-трое сутки. На часовом, на четырехчасовом таймфрейме цена находится выше двухсотой, выше пятой, пятая выше двухсотой. Все говорит о возможности принятия торговых решений в единую сторону. Но вот этот вот размаз не дает на ближайшее время получить торговый сигнал. Растущая свеча, получить что-нибудь такое, да, очень будет непросто. Поэтому наблюдаем, возможно, фунт-иена все-таки будет более интересный на средней или долгосрочной перспективе. Так, рубль. Рубль продолжает баловать нас своими хвостами, что заставляет меня не рекомендовать данный инструмент для торгов. Мы находимся в облаке. Ченков отскочила от цены, то есть тянет его доход. Вверх облако показывает падающую динамику. Цена находится ниже Сенкову Спанбе, ой, извините, Киджу, ниже Кунка. Мы имеем ситуацию абсолютно нейтральную. Мы находимся в диапазоне. В текущем уже фактически 65 свечей. То есть у нас 3 торговых месяца, если брать по 20 рабочих дней. И если даже по 22, то это 66, это будет завтра, третий закроется рабочий месяц. И мы просто сидим в достаточно широком диапазоне. Это 4-5 тысяч пунктов. Но, я повторюсь, не стоит, не, как на мой взгляд, не стоит пока цепляться за данный инструмент. Если вы не противник торговлею, как же метод называется, достается ордера выше расторговочных уровней, с целью попытаться поймать вот такой вот рост, да, или такое падение, то можно попробовать поставить ордера ниже минимума и выше максимума. Притом, в данном случае ниже минимума, это даже скорее ниже 500. Если вы не боитесь рубля, не боитесь настолько агрессивной торговли с такими большими расстояниями, не боитесь поймать два стопа, да, обратите на вам внимание, наверное, вы. Но, в принципе, я его не рекомендую. На 4-6 тысяч пунктов цена ниже 5-й, ниже 200-й и две гигантские нижние пени, которые говорят о том, что трейдеры скорее готовы не пускать по какой-то цене, по какой-то причине цену. Торговать ли вам, принимать торговые решения самостоятельно вам, но перед вами вот формально есть потенциал экстрема, вот он, второго типа, ниже него можно ставить открывающий ордер, стоп, выше. Максимума средней свечи или выше 5-й скользящий в данном случае. Если вы не боитесь торговать внутри дня, обратите внимание на возможность побаловаться с рублями. Так, дальше нефть. Растущие, агрессивно растущие, 5-е, агрессивно растущие СНПО Успан А, приводит к тому, что мы наблюдаем, как расширяется облако и растущее облако, цена выше, цена выше, цена выше, цена выше ТНК, и обратите внимание, вчера закрылся у нас свеча, вот здесь сформировался экстремум, растущий экстремум, и цена пока еще не пошла. У нас есть торговый сигнал, торговать по ордерам уже поздно, но если вы готовы попытаться вскочить уходящий поезд, то можно попытаться открыться ручками, или, например, поставив открывающий ордер выше максимум текущего рынка. Состояние торгового сигнала по трем линиям, по параду линий сохранилось. Цена находится над скользяем, над облаком, Чинкову над ценой, крест мы уже имели, то есть достаточно интересный момент, можно попытаться создать искусственно парад линий и войти, ну, не создать, а как воспользоваться ситуацией, если мы не вошли по нефти вчера, можно попытаться это сделать себе. На 4 часа наблюдаем продолжение консолидации и внутри дня не торгуем. Так, дальше золото. Облако начало расширение, цена под облаком, Чинкову под ценой, цена ниже 200, мы находимся в нисходящем давлении, вчера мы с вами говорили о возможности постановки ордера ниже, я решил, варить золото я в принципе не торгую, да, очень редко у меня такие сделки бывают, но я вчера рассматривал возможность торгов по золоту и все же выбрал иен. Почему? А по одной простой причине, да, сам по себе стоп, который надо было бы ставить, был бы или 150 пунктов, или тем более 250 пунктов, по инструменту, который я не торгую. Но в целом, картинка достаточно понятна, достаточно любопытна, и что самое интересное, сейчас формируется уже не потенциал, а сам экстремум, максимум выше двух соседних, минимум выше двух соседних, поэтому можно сегодня смело, конечно, закрыть этой свечи, ставить открывающий орден ниже минимума текущей свечи, со стопом на максимум предыдущего, это 200 пунктов, или над линией Кенкан, над линией Кижун, это 280 пунктов. Вот здесь вот у нас можно пытаться торговать парад длинней. Все достаточно неплохо смотрится. Четыре часа золото находится под пятой, под двухсотой, пятая, под двухсотой, и мы наблюдаем сейчас коррекционное движение. Что это нам дает? Следующая свеча, скорее всего, будет иметь вот такого характера, и от нее можно будет попробовать торговать везде. Обратите внимание на золото, если вы его торгуете. А, зачем я его даю? Пусть будет. Так. Идем дальше. Серебро. Серебро не радует своим поведением в том контексте, что расстояние цены до Кижун достаточно большое, хотя я хочу напомнить, да, это достаточно условно, если взять текущую цену за такие свечи, то это всего-навсего порядка 50-х годов. Дальше. Если смысл его торговать, цена под облаком, но у нас не будет ни пробоя облака, ни изменения цвета, ни креста, ни парада линии. То есть серебро сейчас не торгуемое, в принципе, с моей точки зрения. Четыре часа. Цена крепляется, есть некое восходящее движение, восходящее движение небольшое. Можно попробовать дождаться четыре часа следующей и попытаться открыться на тесте пятой скользящей. Посмотрим, с чем это закончится. Следующий инструмент – индекс. Вчера мы с вами говорили о возможности торгов, если сформируются две подрядно исходящие свечи, которые дадут нам сигнал, сигнал потенциала экстремума. Не пошел такой сценарий, мы тестировали максимум рынка, и сегодня у нас с вами получается, что если цена продолжит тестирование, то будет достаточно одной свечи для того, чтобы принимать торговое решение, а тем более, что сегодня формируется крест. По закрытию сегодняшней свечи у нас с вами будет крест, цена над облаком, облако расширяется, и чинкоу над ценой. Достаточно отличный момент для открытия длинной сделки. Что будет представлять из себя длинная сделка? Или установка ордера? Еще раз говорю, по закрытию свечи сегодня сформируется сигнал. А торговать мы будем, наверное, завтра. Но в принципе можно поставить ордер за рынком, правило. Мы или торгуем по свечным конфигурациям экстремумом, или за рынком. То есть обратите внимание, с моей точки зрения, датный откидь скорее всего в ближайшее время будет расти. Что интересно, снижение внутри вот этого диапазона, вот этого, не будет касаться поведения линии Тенкан, поскольку это среднее, значение Тенкан, это средний, средний диапазон, а за 9 последний снижение. Коррекция вниз не даст нам, а рост сформирует, доформирует крест. То есть понятно, да? Соответственно, если цена пойдет вниз, у нас здесь хороший момент для открытия позиции. Если она будет расти, цена выстрелит. То есть не цена, извините, а линия выстрелит. Поэтому еще раз, друзья, смотрите, или возможно закрытие сделки выше рынка, или завтра выше максимума завтрашней свечи. Так. И опять же, да, до линии Киджун у нас с вами, сейчас я скажу более точно, порядка 5000 пунктов. Вполне приемлемое расстояние для тех, кто торгует индексом. Внутри дня цена вот расторговывается, можно взять, вывести некий диапазончик. Это будет фактически флаг вот к этому росту. Соответственно, рассмотрите внутри дня возможность торгов выше данного диапазона, выше максимума рынка, а вниз, ниже диапазона и ниже вот этой скользящей средней. Почему? Да, да, мы находимся выше 200, но это может быть начало коррекционного движения. Если вы не варите с коррекцией, да, то посмотрите. Вот что у нас есть вниз. Вот два уровня. Даже три, которые могут быть скорректированы. Вот подумайте на таком сценарии. Так, что-то я не то назвал. Идем дальше. Никей 225. Оттестировал Сенкову спан B и не сумел ее пробить. Мы находимся в области. Цена находится между Кинками и Киджун. Чинкову вышло с цены, что показывает вниз, что показывает некое давление вниз. И облако вниз и расширяется. Крест уже прошел. Пора до линии. Нет. Не торгуем. Наблюдаем. Нас интересует возможность прорыва облака ценой. Это будет первый сигнал. Потом будет отбой, возможно, а там будет лимон. Поэтому Никей 225 с моей точки зрения на текущий момент не торгуемый инструмент. Дальше. Четыре часа. Резкое сужение, формирование небольшого диапазона. Можно торговать выше двухсотой и ниже пятой. Если мы торгаем выше двухсотой вот этого диапазончика, вот наш диапазон. Вот если мы будем торговать выше. Пока цена заберется выше этого диапазона, а пятая тоже туда поднимется. Если цена двинет агрессивно вниз, то тут будет красивенький плавненький разворот, и мы с ценой тоже пойдем вниз. Поэтому если вы о, вспомним, вилка это называется. Если вы не против воспользоваться вилкой, торговой вилкой на Nikkei 225 4 часа, можно попробовать на виде открывающего дир выше максимума рынка и ниже локального минимума при условии, что это будет ниже пятой сконцессии. Вот обратите на это внимание. Так. Ну и осталось глянуть на биток. Посмотрите, как он красиво упал. Ни в коем случае индикатор Шимоку не мог спрогнозировать подобное снижение. По закрытию данной свечи у нас с вами Ченкова будет ниже цены. Это будет торговый сигнал в короткую сторону. Соответственно, торгуем в короткую сторону, не забывая о том, что вот у нас сильная поддержка Сенкову спанбэк площадочек. вот и дальше у нас все хорошо у нас ближайших ипортов. У нас есть порядка 15 тысяч пунктов, но 15 тысяч пунктов в короткую сторону. Поэтому теоретически, если закроется Ченкову таким образом, что она будет ниже цены, можно попробовать торгануть ниже облака. Но я повторюсь, да, облака из-за вот этого для повыходного дня, к сожалению, не является хорошей панацеей для получения торговых сигналов. Я его интенсивно наблюдаю, посмотрим, что получится. Да, кстати, на решение получается у нас мертвый крест, это слабый разворотный сигнал, который будет, сформируется в следующие 4 часа. Подумайте, возможно, вам будет это интересно. Один час. Цена ниже двухсотой, ниже пятой и пытается корректироваться. Если у нас произойдет тест, уже я не помню, что это за поддержка, ну вот она на самом деле, да, поправлю. Тест или формирование экстремума, от него можно пытаться работать вниз, однозначно. Поэтому, по большому счету, следующие 4 или 8 часов дадут прекрасный торговый сигнал по битку вниз. следующий инструмент это лайткоин, здесь все красивенько, видите, как получается, можно было бы работать, но торговый сигнал, а вот изменение цвета облака. Если у нас с вами вот эта свеча закроется так, как закроется, то есть нисходящее, то у нас с вами облако поменяет цвет. Это дает нам сигнал изменения цвета облака. Есть два варианта, или на после изменения цвета облака необходимо дождаться аж целые две свечи, которые сформируют потенциал разворота, или одну сильную, что на лайтах бывает очень редко, обратите внимание, да, у нас, если сильное движение вверх, то обратное движение небольшое, сильное движение вниз, то обратное движение тоже небольшое, я имею одну свечу, то есть это цифроплавный инструмент, который имеет ярко выраженные сильные движения, да, и низкие коллекции, поэтому если будет, то скорее два небольших движения, или ниже И эфир. В данном случае эфир копия, почти копия биткоина. Мы находимся ниже пятой, ниже двухсотой. Это час, да? Это час. Давайте все на 4 часа. Мы находимся ниже облака. Облако сужается, скоро будет менять цвет, но не поменяло. Можно ждать короткий сигнал. Вот формируется крест. Как только у нас получится, что линия Kijun уйдет в сторону, у нас сразу возникнет торговый сигнал. Поэтому если вы эфир торгуете, обратите на него внимание, достаточно хорошее с точки зрения принятия коротких решений. Ну и час. А следующая свеча может нам дать хороший торговый сигнал. Собственно говоря, это все, что я хотел рассказать сегодня об торговых инструментах и готов ответить на интересующие вас вопросы. Хорошо. Спасибо большое, Сергей. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате. Как сегодня вообще насчет торговли, Сергей? Не видите прямо непосредственных входов в рынок в моменте? Нет, два, мы говорили, два возможных входа. Это еще есть вход ручками, не по ордеру, а ручками. Ну, вернее, оба входа это догонялки, да, то есть вот уходящую электричку можно вскочить, а можно не вскочить, попасть под рейсы. Это иена, она позволяет, нет, что бы не иена. Австралист-Новозеландец спрос и еще какой-то инструмент. Я вот сейчас не готов, я их увидел во время обсуждения разговора, но четко помню, что два сигнала. Я обычно записывал, сегодня не записывал. Есть два сигнала до догонки, то есть когда вчера был ордер, можно было ставить, цена, уровень ордера прошла, то есть если бы он стоял, он отработал, и откатилось к тому же уровню. То есть можно здесь попытаться войти ручками. Хотя я такие вещи не приветствую. Я понял. То есть, ну, новозеландец, австралиец-новозеландец сами будете рассматривать как вариант? Нет, я сейчас нахожусь в позиции. Если я сегодня в полночь перейду в безубыток, тогда только буду рассматривать возможность открытия второго ордера. То есть для меня сейчас открытие позиции, лично для меня открытие позиции дополнительно является уже вторичной задачей. И лично, как я говорил сегодня, когда мы начинали до эфира общения, задача сохранить капитал, а уже потом займем всего клюнуть. Я понял. А для вас это всегда так? Вот если у вас открыта позиция, вы вторую не открываете, пока первую не завершите? Там такая ситуация. У меня риск всегда в открытии позиции – это 3% депозита. Который, теоретически, может быть, может вырасти до более существенной суммы аж до 4-5. Но если я вывожу из зоны риска часть капитала, ну, то есть, грубо говоря, там, 2% капитала я вывел подперши, ну, поставив защитный ордер уже в зоне безубытка, нет, безубытка я уже все вывел, частичного безубытка, да, там, то я могу дооткрыть позицию на освободившуюся риску. Но, в принципе, я стараюсь вывести капитал из-под риска, да, и только потом освободившуюся сумму ввожу в дальнейшую, следующую сделку. Поскольку индикатор риск – это достаточно медленный индикатор, то нечасто бывает такое, что у меня там 3-5 одновременно открытых сделок или 3-5 одновременно нарощенных позиций по одному инструменту. Обычно это вот 3% удерживается до сработки, отработки тейт-профита или стоп-класса, но иногда бывает исключительно. Но и бывает много одновременно открытых сделок. Я понял вас. Сергей, а вам не кажется, я чисто исходя из практики торговли наших участников, вам не кажется, что это далеко такая, скажем, неполная загрузка депозита? Вам не кажется, что вы 97% капитала держите вот типа в неработающем состоянии? Вас не смущает вот это? Вы знаете, вот с первого взгляда смущает, особенно с учетом того, что американский доллар сейчас, а я депозиты у нас в американский доллар, ну плюс-минус, да, кто-то торгует на биржах, например, это будет в рублях, но в принципе мы привыкли к этому. Ну и все согласны, что американский доллар, это не тот доллар, который был там в 1812 году. Но с другой стороны, 3% просадки, и в моем личном опыте было 7 просадок подряд. Соответственно, если бы у меня было 5% в депозите, это было бы 35% просадки. А если бы у меня было 10, то депозит не восстанавливался бы. И на самом деле вот та ситуация, когда был один из моих самых ярких сливов депозита в моей памяти, да, я их все-сем выдержал, у меня осталось какие-то копейки. Я сейчас уже не помню, сколько я погружал, у меня, по-моему, было 10% одна сделка. И, соответственно, то, что осталось, опять же, не помню, сколько осталось, я очень долго пытался его разогнать, пока мне кто-то не подсказал интересную идею, как можно разгонять мелкие счета, которую я почему-то я поверил и успешно досливал этот депозит до конца. То есть нагруз, повышение рисков выше просчитанного показателя, да, является сливом. То есть у меня на всех моих блогах, где вы меня встретите в форумах, вдруг такое будет, обратите внимание на подпись, которую я пишу, что жадность – это самый легкий путь бедности. Не цитата, но очень близко к цитате одного известного человека, не хочу его называть, голос, потому что я не помню фамилию этого дядьки. Ну, вот такая штука есть. Я считаю, что 3-5% на депозит нагрузка – это предельно приемлемая нагрузка при торговле на рынке форумов. Понятно. Вот такой у вас жизненный опыт трейдера, и, видимо, тот случай вас так научил, что вы с тех пор для вас это как вот святое, так сказать, непривысить. Да, я повторюсь, моя задача не терять. Если я не теряю, вот на протяжении года я не теряю, соответственно, у меня будет 2-3-5 сильных трендовых движений, которые мне дадут 100-150-200 пунктов каждое движение. И, соответственно, из-за ищемок, которые позволяют на трендах пирамидиться, у меня получается там 500-600 пунктов до 1000 пунктов сверху. Вот не терять. Вот и все. Вот такая вот банальная математика. И это не позволяет мне зарабатывать 120% в год, который я не обещал. Я понял вас. Ну, то есть безопасность прежде всего, это понятно, так сказать. Вот к чему мы с вами говорили целый час, да, о безопасности, технической безопасности секса, и теперь поговорим об интересном. Да, да, да. Сергей понял вас. Я, кстати, советую многим нашим активным молодым людям, которые, так сказать, активно говорят о том, что депозит надо использовать, он для этого и есть и так далее. Что вот жизнь, пожалуйста, многие годы торговли Сергея убедили его, что больше 5% в риск вложить, желательно 3, но больше 5% вообще нецелесообразно. Поняли вас, Сергей? Спасибо вам большое за ваш обзор и обмен опытом, который, так сказать, ничего важнее, на мой взгляд, нет, чем опыт, который приобретен путем проб и ошибок. Кстати, хочу сказать, что вот тема разгона депозита, она достаточно часто, она у нас раз в квартал обязательно приходит человек и говорит, я умею разгонять депозиты, я мастер депозитов разгона. И вы знаете, вот я вам честно скажу, я вот так, чтобы увидеть, как это действительно человек взялся на Этроэд ТВ и разогнал депозиты, действительно получил там 10 раз больше, чем начинал, вот ни разу не видел. По каким-то причинам это не получается. И у меня такое вот внутреннее убеждение, что разгон депозита – это вообще миф. Я абсолютно в этом уверен. Именно из той же логики, о которой я говорю. Разгон депозита, как бы мы это ни делали, какие методики мы не использовали, да, это повышение риска до максимально предельного, который позволяет та торговая система, по которой человек пытается разгонять. Ведь мы не будем же 200 долларов разгонять 10 лет. Правильно там, до 400. Нам надо это сделать в лучшем случае за месяц, чтобы вывести 200 долларов, которые мы разгоняем, и потом свободные 200 долларов угнать до хоть до миллиона. Это логично. Но вот для того, чтобы это получить, да, нам необходимо очень сильно нагрузить депозит рисками. А после этого, вы знаете, есть только одна методика выйти из подобных вещей, да, только вот ее никто не знает. Ну да, 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 конечно. Я знаю, что кто-то умеет раскрывать замки, кто-то считает, что использование, ну, как ее, методики Монте-Карло – это очень хороший способ заработать. И гарантированно мы не потеряем. Друзья мои, Монте-Карло работает только в том случае, если мы будем, имеем бесконечное время и бесконечный день. Мы не знаем, это будет 7 раз подряд убытков, да, которые мы будем удваивать, или 55 убытков, которые мы будем удваивать. А 200 долларов подразумевают, что мы не торгуем на дневном таймфрейме, а торгуем на 5, 15, 30 минутном таймфрейме. А там, извините, волатильность измерима с размером спреда, особенно если мы торгуем на счетах не типа фикс, да, а вот, в которых плавающий спред. Там спреды измеримы с волатильностью, и то, что вам говорят, что, или нам говорят, что на евро там спред на целые две десятые пункта, окей, возьмите, посмотрите фунт йен. И все на этом понятие спред на 15 минутах закончится, потому что он больше, чем волатильность. Если вы торгуете у брокера, у меня уже сколько раз такое было, вы торгуете у брокера, у которого разрешено ставить открывающий, закрывающий ордер или стоп прямо в цене, на то вы открываетесь по какой-то цене, ставите за максимум свечи защитный ордер, а потом смотрите, а этот ордер оказывается внутри спреда данного инструмента. И, соответственно, один-два кика против вас вас просто выкрасывает. Хотя вы визуально поставили за максимум свечи, но это не помешало попасть в страх. Поэтому я не верю в разводы. Особенно я могу поверить в случайность процесса. Да, если сделать тысячу счетов, из них 20 будет разогнанных, 2-3% разогнанных, то это только подтвердит правила как нул. Это будет подтверждено правила, которые и с методами случая. Вот так. Конечно. Вот и вам дополняет, что один случай на миллион. Да, я не удивлюсь. Поэтому, друзья, я считаю, что из сегодняшней беседы можно сделать простой вывод, что для успешного разгона счетов нужно соблюдать три простых правила. К сожалению, никто не знает, какие. Какие, да, да, да. Но, кстати, на самом деле хочу заметить, что достаточно несложно просчитать требования к начальному депозиту относительно существующей торговой системы, если хотя бы на демо-счете было совершено 120 сделок. Хотя бы теоретически сделок. Это не включает эффект психологии, конечно, но мы можем знать, какой нам необходим минимальный депозит для безопасной торговли, да, чтобы там выдержать, например, 45% посадки и восстановиться. Такие вещи просчитываются достаточно просто. И можно понимать, получится ли у вас разогнать, если вы сделали там 120-130 теоретических сделок на этом месте. Я понял вас. Ну нет, для меня сама даже формулировка разгон депозита настолько рискованно звучит, как прыжок с парашютом или ныряние с аквалангом, что я как бы внутрь. Я говорю, вот одной фразой меня убили напрочь, потому что и то, и то является моим хобби. Коллеги, вот где логика? Сергей Боринчук любит акваланг и парашют, а разгон депозита не любит. Это же одно и то же, по сути. Ну, вы знаете, с парашютом тут все очень просто и все очень честно. Да, проверяй свой парашют и все будет хорошо. Ошибок 5 километров не прощает, ни коим образом. А с аквалангом, вот смотрите, что сейчас происходит в подводных пещерах. И спасением занимаются профессиональные дайвери около сотни человек, профессионалов, аквалангистов. И то один уже, к сожалению, не поднимет. Я понял. Ну, нет, то, что люди профессионально занимаются, не вопрос. А то, что у вас хобби такое, ну, рад за вас, естественно. Ну, я, конечно, шучу, друзья, хобби у нас с профессией не всегда связаны, без сомнения. Вот, поэтому где-то человек любит рисковать, адреналин и так далее. Сергей, вот я сейчас посмотрю вам в глаза, и у меня просто вопрос. Зачем вы прыгаете с парашютом? Ну, начал я это на стол, на самом деле. А прыгаю уже потому, что очень хочется. То есть приземлился, скомкал парашют под себя, подобрал, и быстренько, быстренько, быстренько побежал, регистрироваться на следующий прыжок, чтобы успеть еще один-два прыжка до конца дня, чтобы затем хотя бы три раза прыгать. Оптимальным считаю четыре, ну, три-четыре раза этого достаточно. Кстати, очень хорошо помогает сбрасывать вес. Один прыжок – это существенное снижение веса. А ты наличь сжигает. А я человек, склонный к полнотемии, как я говорю, технического телосложения. В районе центнера я так вот имею свой вес. Вот, поэтому здесь совсем не вредно. Ну, а акваланга – это просто красиво. Вы опускаетесь под воду, тишина, красота, плавают рыбки всякие. Это вообще не передавание. Я понял. А вот что вам в прыжке с парашютом больше всего нравится? Полет, приземление, ощущение, что остался жив. Вот что-то сказать. Вот это комикс. Это адреналиновая зависимость, скорее всего. И когда ты летишь, да, пытаешься планировать туда, куда тебе надо, особенно ты понимаешь, когда… Ну, я имею в виду, спускаешься уже крылок, когда ты планируешь, да, ты понимаешь, что на пять километров с форону выбрось, не там, где должны были, и тебе надо спланировать, а на пять километров идти ножками там. Или ты летишь, падаешь в свободном падении и контролируешь. Открывать парашют или еще немножко спуститься. Но это не передавать, это надо взять. И только главное, не начинайте прыгать на дубах. Да, сразу обучаемся и прыгаем по EFS с активным крылом, потому что на дубах это не серьезно. Игорь, кстати, будьте у нас, я вас свожу, выбросим вас пару раз. А ну да, на меня даже не смотрите. В ресторан с удовольствием, куда природу с удовольствием, шашлыки замариновать помогу, а вот с парашютом нет без меня. Понял вас, Сергей. Спасибо вам огромное. Я, кстати, удивлен, что вот надо же, у вас прям глаза горят, когда вы говорите об этих прыжках. Это, кстати, действительно, те, кто прыгают, это какое-то особое братство. Они все настолько влюблены в небо, что просто со стороны, кто не прыгает, для нас как-то убили. У нас три года назад была неприятная ситуация. Самолет при взлете с парашютистами попал в сильный шпор. Притом он был такой шквал. И самолет перевернул. Прям при взлете он зацепился чем-то крылом, по-моему, он зацепился. Это было на другом аэродроме, недалеко от Киева. И 3-4 человека погибло. Остальные попали в больницу. И я всех этих ребят, которые восстановились после падения, у себя на чайке, я уже видел буквально там через 2 недели, через 3 недели. Ну, то есть, зависит от того, насколько быстро простостались конечности там. Все они пришли, там закрылись аэродромы, это же практика наша, да? Пока гримная гримлянная, гримлянная цель. И там же аэродром закрыли, приехали все авиационные службы проверять, есть ли агретушители, да, в самолете. Вот, а полетов нет. И вот витуме, витуме, парашютисты, все перебрались на 2-3 месяца, они прыгали у нас на чайке. Фантастика. Это совершенно особый склад ума, взгляда на жизнь, действительно, преданность небу, это особое качество. Поняли вас, Сергей, спасибо вам большое за ваши обзоры, комментарии. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. И вам, Игорь, спасибо за эфир. Всем коллегам спасибо за внимание, спасибо за терпение и хороших трейдов. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.